милап как происходит процесс вербовки интервью джорджа нурис кори гудом среда 19 августа 2015 года добро пожаловать на программу за пределами веры меня зовут джордж нурри на протяжении всей истории человечества правительства всегда имели секреты от своих народов но почему сейчас секреты разглашаются сегодня мы заполучили особого гости кори гуда кори и дэвид уилкок проводит ряд бесед о тайных космических программах объединенных общим названием космическое раскрытие потрясающая информация кори добро пожаловать на программу за пределами веры как хорошо что вы с нами спасибо джордж пожалуйста расскажите немного больше о себе вы проработали в тайной космической программе ткб 20 лет почему вы с ней порвали что произошло все началось в очень раннем возрасте когда мне было почти шесть лет меня взяли в то что многие люди знают как программы милы хотя на самом деле это название просто прикрытие для многих видов секретных программ программа которую пригласили меня во мне распознали интуитивного эмпата способности которые можно развить и использовать для общения с неземлянами как всего в шесть лет до именно с такого возраста мои способности начали усиливать и тренировать для такой работы полагаю многие люди знают что в данном случае под термином общение имеется в виду телепатическое общение с неземлянами в шесть лет как вас нашли боюсь это расстроит многих родителей 1970-1980 годах началось проведение стандартизированных тестов тестов которые проходят ваши дети принося с собой простой карандаш и закрашивая маленькие кружочки через это прошли все мы да все мы полагаю они поместили вас в первый класс не так ли да примерно в этом возрасте и вот вы демонстрируете на экране небольшие аномалии или всплески тогда ваши результаты подшиваются к делу и к вам начинают присматриваться после выявления ваших способностей вас приглашают на встречу с консультантом который говорит мы полагаем что возможно вы не такой как все не хотели бы вы пройти дальнейшее тестирование причем часто звучит термин особенный в то время привлекались ли ваши родители их привлекли с ними беседовали чтобы посмотреть смогут ли они протестировать меня не думаю что с родителями консультировались во всех случаях думаю ваши родители не знали что конкретно с вами хотят сделать и тогда и сейчас я уверен что родители не знали что происходит и так вас тестировали вы получили высокие оценки потому что они искали и за вами продолжали наблюдать какой период времени меня отделили от других детей и предложили какие-то особые тесты сейчас я не помню название карточек карточек со звездами тесты с предварительным кодированием знаю такие карточки предлагались для выявления экстрасенсорных способностей и все такое предлагая небольшие тесты они выявили что я обладаю определенной степенью интуиции и эмпатии зависимости от результатов тестов вас официально приглашают в программу и начинают тренировать в каком возрасте это начали делать с вами в возрасте 6 лет то есть вас начали тренировать в шесть лет меня взяли в программу в шесть лет начали тренировать и тогда же состоялись мои первые контакты они не теряли время зря не так ли конечно нет пока выросли принимали ли вы участие в обычной школьной деятельности ходили в обычную школу я ходил в обычную школу, но не в обычные классы. Меня поместили в особые классы. У вас были друзья? Были, и они все время спрашивали, почему я хожу в специальные классы, почему меня сажают в белый фургон и забирают на два дня в неделю. Куда вас забирали? Большую часть времени нас забирали на базу ВВС Карсвилл-Форт Уэрти в Техасе. Также нас закрывали в покинутых заброшенных коммерческих зданиях, приспособленных для тестирования или тренировок, где бы они не находились. Сколько там было детей? Обычно в класс входили группы из 200-300 детей. Так много? Да. Затем нас разбивали на ячейки или группы в соответствии с нашими способностями. Некоторых детей, ранее выявленных как социопаты, помещали в программы с последующим использованием в очевидных целях, когда требовались социопаты. Знаете, была одна программа, весьма возмутительная программа, куда набирали детей хороших рассказчиков, врунов и социопатов. Из них готовили лазутчиков, способных проникать в любое место. Шпионов? Да, шпионов. Это была самая лучшая из когда-либо созданных групп лазутчиков, их называли метаморфами индивидуальности. Они могли проникать буквально в любое окружение, приспосабливать или менять свою индивидуальность, чтобы идеально вписываться. Они сразу же подключались, не так ли? Подключались и сразу же обретали полное доверие. Полное доверие. Люди не просто доверяли. За короткий период времени люди становились им слепо преданными. Кори, в каком возрасте вы наконец осознали, что правительство пользуется вами в каких-то целях? В каких целях? Это было очевидно с самого начала, поскольку иногда на тренировках присутствовали не люди. Мне бы не хотелось вдаваться в детали, но некоторые ситуации были крайне неприятными. Итак, вам 6-10 лет, и вы видите все происходящее. Ага. Должно быть, вы спрашивали себя, почему я, полагаю, вы хотели это знать. Да, но вы были особым. Вам все время внушали, что вы особый, что ваше предопределение служить человечеству и все такое. Обычно такие люди являются звездными посевами или странниками. Кабала и тайное земное правительство ищут звездных посевов или странников и пытаются приспособить их к служению своим темным целям. В те времена были ли ваши родители частью программы тренировки? Насколько я знаю, нет. Маленький Кори Гуд возвращался и рассказывал родителям, что происходит. Нет. Широко использовалось так называемое стирание памяти. Оно работало у большинства людей. Но были 3-5% людей, на которых процедура не действовала. Возвращаясь в те времена, тогда в основном использовали препарат из капаламина, вам давали препарат из капаламина, затем пользовались телевизионными экранами и наушниками, и пытались внедрить в вас экранную память. То есть промывали мозги. В общем, да. Люди интуитивные эмпаты имеют более тесную связь со своим высшим Я. Вы ведь знаете людей, которые перевоплотились и помнят свои прошлые жизни. Как им удается хранить в мозге клеточную память о других жизнях. Также, воспоминания хранятся в теле света или душе. То есть, им удавалось химически менять воспоминания в физическом мозге, но не в душе или в теле света. Кори, давайте чуточку поговорим о вас. Полагаю, ваш IQ зашкаливает. Хорошая догадка. Не думаю, что так уж и зашкаливает. Всего чуть выше обычного. Меня подвергали таким необычным вещам, которые сделали меня немного. Полагаю, мой IQ будет выше, чем у обычного человека. Но это исключительно за счет опытов. О том, что с вами происходило, вы рассказываете без особых эмоций. Так и было задумано. Полагаю, вы сами пытаетесь контролировать эмоции. Или они сделали это с вами? Нет. Какое-то время я воспринимал все очень эмоционально. Я страдал посттравматическим стрессовым расстройством. Налицо были все признаки и все симптомы. Но я получил помощь. Когда я участвовал в программах, у меня не было никаких иллюзий. Это кабала и темные программы. Вас вынуждают совершать очень плохие поступки. Жить с этим очень трудно. Я страдал разновидностью посттравматического стрессового расстройства. Мне помогли справиться с последствиями. Было время, когда я полностью фокусировался на всех тех негативных вещах, частью которых я был, видел или знал. Обычный человек не имеет об этом никакого представления. Одна грязь и расстройство. Давайте перепрыгнем от малыша Кори к взрослому Кори Гуду. Вы уже не ребенок, но все еще остаетесь в правительственной программе. Скажем вам 20-25 лет. Хорошо. В возрасте 16 лет, как раз перед 17-летием, после того, как я завершил тренировки в рамках программы Милаб, меня взяли в программу, которая называется 20 и назад. Конечно, название звучит довольно странно, но не для вас, после всего, что вы слышали. Меня приняли и сказали, что в течение 20 лет меня приписывают к ТКП. По прошествии 20 лет я пройду через регрессию возраста, и меня поместят в то же место и в то же время, откуда меня забрали, из моей комнаты. Прямо как в фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Вас намеревались отправить назад во времени. Такого термина я не слышал, но да, намеревались. Это мой термин. Именно так они и поступили. Надавали кучу обещаний, которые никогда не собирались выполнять. Они обещали оплатить учебу в колледже, высокооплачиваемую работу, которую я позже и получил, но лишь благодаря своим собственным усилиям. Не благодаря им. Нет. По окончании 20 лет службы, перед тем, как отправить людей назад во времени или в процессе возвращения, им стирали память. Вот почему многие из таких людей страдают от посттравматического стрессового расстройства. И не знают, почему. У них бывают проблески памяти о пребывании в космосе, на других планетах или в сооружениях, и они не знают, почему. Точно такие же ощущения возникают у некоторых астронавтов. Во, естественно. Людей просто блокируют. Да, это стандартная рабочая процедура. Чем занималась программа ТКБ, в которую вас поместили? Вы всегда занимались обыденной работой, чередующейся с избыточным количеством тренировок. Также я занимался коммуникациями и некоторыми другими вещами. Сначала меня приписали к межзвездному исследовательскому кораблю. Этот исследовательский корабль мы называли Арнольд Саммерфилд. Это был наш корабль. Наш. Он принадлежал группе солнечные хранители. Мы еще об этом поговорим. Пожалуйста, продолжайте. Наш в смысле американский или наш? Здесь возникает неясность. Я имел в виду его построили мы. Да. Мы, хорошо. Возвращаясь в те времена, после того, что люди называют промыванием мозгов корабль, построили те же люди, которые строили подводные лодки, их приспособили. К высоким технологиям. Да, но это были достаточно большие корабли. Конечно, корабль не назывался Арнольд Саммерфилд, но в камбузе висел его портрет с табличкой с его именем. Полагаю, он был одним из тех людей, которых называли отцами квантовой физики. Возможно. Думаю, он делал что-то еще во времена зарождения квантовой физики. Итак, вас приписали к кораблю, который, полагаю, вращался вокруг планеты, верно? Там было несколько исследовательских кораблей. Командовали ими и контролировали их те, кого мы называли яйцеголовыми, ученые. Все происходило уже после высадки на Луну. О да. У нас уже были там базы. Вы довольно молоды. Сколько вам лет? Прямо сейчас. 45. 45. То есть посадка на Луну уже состоялась. Да. Когда я был младенцем и лежал на груди отца, помню, родители смотрели высадку на Луну. Итак, исследовательские корабли в основном контролировались учеными. Корабль, которому был приписан я, все время оставался в рамках космической программы. Мы занимались исследованием экстремофилов. Это еще что? Знаете, на Земле в самых глубинных частях океана и сверхгорячих жерлах вулканов, там где жизнь, казалось бы, не должна существовать. Она существует. Даже там была обнаружена жизнь. Ученые назвали такие виды экстремофилами. Экстремофилы есть и в нашей Солнечной системе. Они живут в открытом космосе. Одни обитают в электрических полях таких планет, как Юпитер. Другие под ледяными океанами спутников. Полагаю, они селятся в чем-то похожем на города. Нет. Это очень примитивная жизнь, которая... Мельчайшие организмы. Некоторые из них очень большие. Современная наука даже не классифицирует их как живые организмы, поскольку они являются плазменными жизненными формами. Как бы они выглядели, если бы мы увидели их под микроскопом или в натуральную величину? Вам вовсе не нужен микроскоп. Некоторые выглядят как гигантские амебы. Вот как. Теперь я получил ясную картину. Они размножаются посредством метоза, деления. Но являются инопланетными по форме инопланетянами. Да, по определению. Из других систем. Не с Земли. Они питаются летучими питательными веществами или электрическим полем Юпитера. Весь свой жизненный цикл они проживают. Здесь их бросили. Что они здесь делают? Развивались они там. Как они сюда попали? О нет, это мы отправлялись туда, чтобы их изучать. Мы ведь не вернули их обратно, не так ли? Некоторых вернули. В связи с тем конкретным видом, который я обсуждаю, это очень большая жизненная форма. Ученые пытались брать маленькие образцы, но не могли их сохранить. Поэтому они изучали поведение, оставляли пробы и все такое. Эти жизненные формы. Они разумны. Они демонстрировали признаки разумности и инстинкт сохранения жизни. И вы занимались этим все 20 лет? К исследовательскому кораблю я был приписан 6 лет из 20. Затем меня перекидывали в несколько разных других программ. Кое-какие программы мне не хотелось бы обсуждать, поскольку в них от меня требовалось делать ужасные вещи. То есть вы совершали поступки, которыми не следовало бы гордиться? Конечно. Одним из них было взаимодействие, я участвовал в программе допросов инопланетян, которые вторгались в нашу биосферу, хватали людей и быстро удирали из нашей солнечной системы. Нам предписывалось их захватывать. Но по большей части, это были разные инопланетяне, проникшие в земное общество и выдающие себя за людей. Они и выглядят как люди. Да. В некоторых случаях они пользуются технологией, позволяющей создавать вокруг себя поле, чтобы со стороны выглядеть людьми. Некоторые группы ТКП прилетали и похищали людей с высотных зданий, прямо в разгар рабочего дня. Я беседовал с Дэвидом Палайцем, написавшим книгу «Необъяснимые исчезновения 411», в которой автор утверждает, что люди исчезают из национальных парков. Я хорошо знаком с данной темой. Он приводит документы, что похищения продолжаются. Могут ли такие существа хватать людей? Да. Этим занимаются не только они, но и наши собственные преступные синдикаты, тайных земных правительств. Многие люди называют их кабалой или иллюминатами. Тайны, известные только посвященным. Они преступники. Некоторые из них исповедуют, все разные эзотерические виды странных религий, но все равно, они преступники. С самого начала, синдикаты заключили соглашение с инопланетянами с целью торговли, технологиями похищений. А потом все вышло из-под контроля. Как только мы развились до того, что могли лучше контролировать, свою собственную биосферу, синдикаты и тайное правительство Земли решили, как вы думаете, что мы можем контролировать, какие люди исчезнут, поскольку они просто товар. В любое время. В любое время. Я не знаю, какую статистику слышали вы, но знаю, что автор фокусировался на парках и местах дикой природы. В Соединенных Штатах около 100 тысяч людей в год. Исчезают, пропадают. Исчезают с лица Земли. В планетарном масштабе в год пропадает миллион человек. Что делают с этими людьми? Едят, изучают, что они делают, им ведь что-то нужно. Да. Все это ужасно. По большей части, людей похищают такие же люди, как и они, люди. Их забирают, обменивают или торгуют ими в обмен на технологии и все такое. Зачем мы им нужны? Я понимаю это так. Вы обмениваетесь или торгуете чем-то, что нужно или хотят люди. Кое-что прозвучит странно, но мы известны нашей способностью придумывать и создавать вещи. То есть, рабский труд. Также присутствует весьма расстраивающий, отклоняющийся от нормы сексуальный компонент. Есть группы, которые используют разные части человеческих существ в качестве пищи и пользуются нами для своей собственной генетики. Нас столько раз генетически модифицировали, что мы стали уникальными. Наши гены расщепляли так много раз, что сейчас, когда им нужно расщепить наши гены, наша генетика почти не подается дальнейшему расщеплению. Мы действительно так уникальны. Мы уникальны в том, что по-видимому являемся частью грандиозного эксперимента, который больше, чем просто генетический. Он генетический, духовный и в большей степени всеобъемлющий. Кори, скажите, вы проработали в этой программе 20 лет. Вы действительно покинули ее, ушли. И если ушли, почему вы выступаете публично? Да, какое-то время назад я действительно оставил программу. Сейчас, время от времени меня используют в качестве интуитивного эмпата. Также меня выбрали, причем по имени, для того, чтобы начать раскрывать информацию. Особенно ту часть информации, которая носит весьма расстраивающую природу, поскольку в будущем произойдет колоссальный выброс данных, выставляющих на показ все группы синдикатов. Их будут судить за все преступления, которые они совершили против человечества. То есть, желательно, чтобы мы все знали наперед. Это некоего вида подготовка. То есть, вы вышли публично с чего-то благословения. С благословения отколовшейся группы. Есть группа альянса ТКП, которая откололась. Они решили, что с них достаточно. Для вас все может быть рискованно. Об этом даже не стоит говорить. Я уже столкнулся с большим сопротивлением. Отколовшая группа решила, что пора передать продвинутые технологии всему человечеству, всем людям одновременно, каждой расе, каждому вероисповеданию и каждой религии. Информация поступит в виде выбросов данных о нашей подлинной истории, о том, что с нами сделали элиты, и обо всех преступлениях против человечества. Кое в чем преуспел Эдвард Сноуден. Информация Сноудена – это определенная часть выброса данных. Кстати, весь массив его данных был полностью расшифрован лишь недавно. Ищет ли кабала подобных вам людей, чтобы заставить их замолчать? Конечно. Вам следует быть очень осторожным. В других сериях программы «За пределами веры» мы собираемся продолжить беседы с Кори о пришельцах, инопланетянах, и о том, что они делают. Поэтому ради бога, Кори, будьте осторожны. Делаю все, что могу. Кори Гуд – настоящий разоблачитель. Он буквально рискует жизнью, чтобы донести до нас эту информацию. Спасибо за внимание. Продолжение следует.